В функциональном программировании списки играют фундаментальную роль, схожую с той ролью, которую играют в императивном программировании массивы. Массивы в императивном программировании выражают некоторую базовую идею о распределенной изменяемой памяти, нарезанной на некоторые кусочки, в которых хранятся элементы этого массива. Списки в функциональном программировании, в свою очередь, выражают тоже важную фундаментальную идею, связанную с рекурсивным определением типов данных. Хотя про рекурсию мы будем говорить несколько позже, тем не менее важно отметить, что списки действительно являются для функциональных языков самым базовым контейнерным типом. Мы с вами уже знакомились с некоторыми способами создавать списки. Мы могли создавать списки, конкатинируя два существующих списка. Могли бы, скажем, соединять два списка, беря элементы из одного и другого через один. Возможны и другие способы, например, добавлять элементы в голову списка или, скажем, добавлять элементы в хвост списка. Хотелось бы выделить некоторые базовые способы сконструировать список, а все остальные способы выражать через эти базовые. Таких способов конструирования списка в Хаскеле имеются два. Первый способ — это создать пустой список. И второй способ конструировать список — взять существующий список и добавить в голову этого списка элементы. Давайте посмотрим на примеры. Для создания пустого списка мы используем так называемый конструктор пустого списка. Это две скобочки квадратные, открывающие и закрывающие. Вот перед нами способ создать пустой список. Он обозначается таким образом. Для добавления элементов в голову списка у нас был оператор двоеточия. И действительно, с помощью оператора двоеточия мы можем взять и добавить к существующему списку, скажем, к пустому, значение 3, получив одноэлементный список. Список из одного элемента. Мы можем добавить к этому списку еще элементы. Например, мы можем написать, ввести именованную переменную LST, в которую добавить к имеющимся и уже списку еще один элемент 5. Если мы теперь посмотрим на то значение, которое лежит в переменной LST, мы увидим, что там хранится список из двух элементов 5 и 3. Синтексис добавления элементов в список, который мы здесь использовали, он не требует никаких дополнительных скобок. Дело в том, что оператор добавления элементов в голову списка, оператор двоеточия, он правоассоциативный. Это означает, что вот это вот выражение неявно считается заключенным в скобке, и поэтому здесь действительно происходит следующее. Выделенный объект представляет собой список, и мы с помощью оператора добавляем элемент к списку. Ну, точно так же мы можем строить и более длинные списки. Ну, например, если мы возьмем, скажем, значение 7 и добавим его к имеющему списку LST, мы получим трехэлементный список, состоящий из значений 7, 5 и 3. Мы с вами говорили, что списки записываются следующим образом в Хаскеле. На самом деле, квадратные скобки и запятые – это всего лишь синтаксический сахар для вот такой вот конструкции. Действительно, если мы посмотрим на два списка, которые у нас есть, скажем, на список LST, который определен вот таким вот образом, и на список, состоящий из пятерки и тройки, который записан в синтаксе с квадратными скобками, мы увидим, что это одно и то же. Давайте сравним на предмет равенства. Списки можно сравнивать на предмет равенства. Список 5 и 3 и наш список LST, который у нас имелся. Ну вот, GHCI возвращает нам значение истины. Это один и тот же список. Нет никакой разницы, как записывают список в таком синтаксисе или в таком синтаксисе. Это одно и то же. Такой синтаксис просто несколько более короткий, поэтому часто используется. Таким образом, у списка имеются два конструктора. Первый конструктор представляет собой константу. Квадратные скобочки, открывающиеся и закрывающиеся. Второй конструктор представляет собой бинарный оператор двуэточия. Используя эти конструкторы, мы можем писать функции, которые конструируют списки более сложного характера. Ну, например, давайте напишем функцию, которая добавляет в голову нашего списка константу 42. Обзовем эту функцию. Конс от слова конструктор 42. И реализуем эту функцию. Здесь достаточно использовать сечение оператора. Двуэточие с значением 42 в качестве левого аргумента представляет 42. Вот, определив такую функцию, мы можем ей пользоваться. Давайте посмотрим, какой тип у этой функции. Спросим, гажца тип функции конст 42. Понятно, что это функция одного аргумента, потому что мы ее определили как сечение оператора бинарного. Один первый аргумент этого оператора связан, ну а второй ожидается. Поэтому тип этого оператора, вот он перед нами. И мы можем, после того, как мы ввели этот оператор, можем им пользоваться для того, чтобы добавлять в голову списка какие-то значения. Ну, например, давайте запустим функцию конст 42 на каком-нибудь числовом списке. Ну вот, получился в результате список, который содержится на один элемент больше, в голову списка добавилось значение 42. Напомню, что списки, конечно, типизированы, и сюда можно передавать в эту функцию только список, состоящий из целых чисел. Продолжение следует...